Привет, это Darksiders 2. Надо еще звук убавить. Надо не забыть, иначе меня не будет слышно. Не может быть никакой жизни беспорядка. Добро, зло, тьма, свет. Во вселенной все должно находиться в равновесии. Таков закон обугленного совета. Поставленного создателем для сохранения самой ткани мироздания. Но равновесие было нарушено. Даже сейчас земля отогорает в руинах. Перейдя во власть демонических лодов, а разрушитель со своими приближенными строит новое царство. Говорят, апокалипсис начался из-за того, что всадник война, что он без разрешения отправился на землю, чем и обрек человечество. Но что же другие всадники, бесстрашные орудия совета? Где ярость, раздор и смерть? Чтобы понять их имена, нужно сначала узнать другое. Нефилимы, проклятое порождение ангелов и демонов. Нефилимы предали мечу бесчистому мир, спорили Татланту. Но четверо из них устали от резни и убоялись, что их наступление будет угрожать равновесию. Так был заключен мир. Четверо стали служить Совету в обмен на невообразимую силу. Так появились ужасные всадники. Первым же их заданием стало убить своих братьев, истребить нефилимов и уничтожить их души. Теперь взглянем на одного из четверых. Не на войну, которая лежит в цепях перед Советом, взывая о своей невиновности, а на того, кто отправится спасать своего брата любой ценой. Его называют по-разному. Всегубитель. Палач. Мы же будем звать его Смерть. И освободить войну, Смерть поклялся возродить человечество. Ты не имел, как это сделать. Эртин отправился через Литиковую Смерсу, чтобы найти хранителя тайн. Смерть. Смерть. так звук я убавил когда вообще все работает тут у меня сразу конь светится какая есть возможность призвать отчаяния как ты игру тихо слышно не давали что ли так это коня зовут отчаяние понятно так я не знаю это может так и надо почти бесслышно будем считать что да тогда зря я наверно звук прибавлял да надо убавить почему тут нет звуку ударов или он бьет почти бесшумно не знаю это нормально или нет это у меня какие-то проблемы со звуком сейчас было быстрое добивание как в первой части что это за точка такая фиолетовая так припрыгнуть я это не мог это птица какая-то летает а что с ней надо делать может она меня направляет темная крепость бежать ты не можешь найдите способ спасти войну так сберитесь на верхушку темной крепости бегите к стене под углом и прыгните с помощью чтобы бежать по стене это больше на принцип персии похоже тут сундук прятал что это взял что-то или вот валяется поднять стоп нет это работает тихо это двуручное оружие да от вручную это много всего так это еще брать можно а то есть это дополнительное оружие так ладно двигайся не выпендривайся да ну не плячь и дает тебя ударю тут звуки какие какие-то приглушенные что ли возьму я не знаю надеюсь потом продавать это можно будет вот тут даже жизнь есть вот это вот удобство неудобно то что вот все подбирать надо почему он не может сам где инфентарь а защита 1 все напялил так смерть может ходить по деревянным балкам чтобы прыгнуть чтобы прыгнуть ходить может прыгать а да ну стоп да ну не вот а там вон что лежит или это птицы наши это птицы наши так он наконец-то сдох звуки с первой части мне определенно нравились больше определенно потому что они реально здесь как заглушенные какие-то да и война покруче был а можно включить автоматический сбор предметов секунду ну все блин я не успела читать хотя наверное я сделал все как надо этих вообще можно не трогать хотя вон один разморозился как-то очень долго добивает по крайней мере мне так кажется кем не знаю если смысл вообще убивать так надо потом посмотреть что за барахло я взял а тут нельзя быстро прыгать война вот мог как тебе здесь дела ты вообще должен быть мне благодарен то что я тебе разморозил хотя возможно ты отдыхал карабкать он конечно странно и тут хотя бы рассказали историю всадников вообще ничего не слышно ледяной гигант стоя ледяной гигант я звук прибавлю полин не надо меня бить вот только и выглядит тут все довольно странно висит этот интерфейс будто вообще не под мой экран но установлено мое разрешение это не сложный мужичок если так его зарядить и птичка смерть может бежать по стене преодолевая короткие что стойки блин он сам дальше побежал я думал он там остановится неплохо ты все сломал он вообще говорить то умеет или нет смерть может продолжать бег по параллельной или перпендикулярной стене а как наверх бежать нет это чего почему вот он не может прыгать как война это было очень удобно надо тут ворачиваться а то сейчас получу камнем по голове так наклоните и удерживайте находясь на конце балки вот оно что нет почему ты такой ай он меня уже раздражает почему ты меня не слушаешь непослушный а делай то что тебе говорят а не то что тебе хочется так надеюсь сейчас все получится вот сразу ты так не мог говнюк блин как твои дела но сейчас нормальный звук был вот это бивание было ну ладно полетай хотя возможно я потом привыкну куда мне вниз пока что он вроде еще ни слова не сказал смерть может ходить по деревянным балкам ну тогда отлично я надеюсь мне не вниз ты не можешь вниз посмотреть нет мне не вниз а я уже хотел начать спускаться чувствую что здесь будет целая куча этого паркура я могу паузу поставить звук бэз я здесь для того чтобы избавить тебя отстрадать мой план твоих он примерно будет следом я знаю о суде за то что он убил за то что он убил и тебе почему меня нужна волновать за потому что ты знаешь правду твои секреты могут его спасти мне совет о сути твоем отмилит у него силу и просит к ней садмилит чтобы сыграть не мог не смогли на камне не могу спасать но они могут помочь мне исправить его поступки с человеческим если это безумие то кто укажет мне лучший путь с числением ром м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, привет! Война! Субтитры сделал DimaTorzok 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 неров, проживающих осень своего бытия на самой границе с ночью. Была ли смерть послуг на встречу с Ломароком? Этот ответ можно найти только в будущем всадниках и в его прошлом. Постой всадник, ты враг. Не прикасайся ко мне. Твое появление дурной знак. Да, это сильно меня беспокоит. Если ты не одумаешься, древний, то я дам тебе причины беспокоиться. Где древо жизни? Жизни? Этот мир умирает. Он задыхается от хаоса и порчи. Мы ничего не можем сделать, чтобы помочь ему. Скоро великое древо тоже погибнет, а вместе с ним оставь не моего народа. Разве не это привело тебя сюда, бледный древо? Твои хаосы и порчи меня не дожатся. А я боюсь, что касается. Чего они все ткопались? Там сундук какой-то. Они всегда будут отмечены. В предыдущей части вот надо было карты специально искать. И добивать там всех можно было. А здесь только избранных. И у меня и так мало жизней. Ты умеешь сражаться, но порчу нельзя победить при помощи оружия. Найди сестру кузнеца. Спроси ее про пламя гор. Помоги ей, и она поможет тебе отыскать древо. А мне нужно вернуться к работе. Кто ты такой, чтобы указывать всаднику? Я творец. Я старше даже обугленного совета. Эти руки заложили основание для множества миров. Но это было давно. Теперь они почти забыли, каков на ощупь камень. Тебе неинтересно, почему я ищу древо? Я бы не рискнул спросить одного из четверых. Но да, расскажи мне. Я должен спасти человечество, чтобы освободить войну. Битва между Раем и Адом на руинах земли. Все живое в ужасе. И в эпицентре всего этого стоит твой брат. Он не виновен. Я и не говорил, что виновен. Древо обладает силами жизни и смерти. И если тебе удастся возродить человечество, значит, ты на правильном пути. Но имей в виду, темная сила захватила древо. И путь к нему преградила порча. Удачно вы любите. Конечно. Новый уровень. Ваша сила возросла. Получено очко умений. Подняв уровень, вы получили очко умений. Ой, боже, ваш уровень вырос. Каждый уровень дает очко умений, которые можно использовать для приобретения новых способностей. Некромант. А это мгновенный удар. Экскумация. Смерть призывает кровожадных упырей из могил, чтобы они помогли ему в бою. Стоит 300 единиц ярости. Каждому удару упырей наносит 3 единицы урона, призывается упырей 2. А тут смерть переносится через поле боя и выполняет сильнейший удар косой, наносящий врагу урон и восстанавливающий здоровье смерти. Всего лишь 10% вампиризма. Ну ладно, я покачаю это. Наверное. Вы приобрели новое умение, нажмите вниз. ИНТИНО. СОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТИНО. Как-то все сложно работать. предыдущей части был легче как карту открыть ну понятно это что такое дверь еще какая-то зачем ладно мне нет двойного прыжка вот отстой думаю на это можно закончить пока